Ну что, мои дорогие друзья, рада вас вновь приветствовать на своем канале, где, как вы знаете, я с огромной радостью делюсь с вами, по моему мнению, самыми крутыми и интересными проектами из мира криптовалют, блокчейна и децентрализованных финансов. Однако, как вы все знаете, этот рынок дополняет еще и сектор NFT, который включает в себя редкие коллекционные предметы, цифровое искусство и все с этим связанные моменты. Так вот, к чему я это все? А все к тому, что прямо сейчас я с огромным удовольствием расскажу вам о новой автоматизированной децентрализованной торговой платформе, созданной специально для авторов, художников и коллекционеров нового поколения. И называется данная площадка Gryffin Art. Скажу сразу, что данная NFT площадка была создана специально для оптимизации всех процессов, связанных с покупкой и продажей NFT предметов. То есть, чтобы пользователи не испытывали каких-либо проблем при взаимодействии с пользовательским интерфейсом и функционалом платформы в целом. Именно по этой причине Gryffin Art выглядит максимально просто, лаконично и интуитивно понятно, что я считаю очень здорово. При этом, вы всего в пару кликов можете просмотреть любую необходимую вам категорию NFT Arts, будь то категория тенденции, лучшая за день или же и вовсе просмотреть лучших художников, участвующих в Gryffin Art. Однако, как бы там ни было, помимо самой NFT платформы Gryffin Art, существует еще и внутренний токен GARD, который является высокодефляционным токеном, то есть, будет впоследствии подвергаться сжиганию и создан он на базе Binance Smart Chain. Также хочу обратить ваше внимание еще и на то, что несмотря на его немаленькую эмиссию, равную 100 миллиардам токенам GARD, сам проект насчитывает уже свыше 4000 холдеров и почти 6 миллионов рыночной капитализации, что меня крайне впечатляет и искренне радует. Более того, исходя из живого графика торгов токена GARD, отображающегося на POCOIN, мы видим, насколько стремительно растет стоимость GARD. И даже несмотря на небольшую коррекцию, потенциала для роста у него еще очень много. Почему я так думаю? Да потому что останавливаться на достигнутом команда разработчиков не намерена. Поэтому, чтобы расширять свои возможности, в ближайшее время они намерены запустить еще пару своих проектов, а именно магазин Gryffin Art, в рамках которого вы сможете создавать любые предметы, аксессуары и одежду с вашим NFT. И еще совсем скоро нас ждет запуск мобильной NFT игры Gryffin Land, в которую будет также интегрирован токен GARD, с помощью которого вы сможете приобретать себе редкие коллекционные предметы NFT и прочие атрибуты, связанные с игрой. Если же в двух словах описать Gryffin Land, то представляет она собой мифологическую игру, где различные существа будут сражаться с другими и в результате этой борьбы кто-то погибнет, а кто-то станет повелителем удивительных мест и самих существ. Как я уже сказала, игра дорабатывается, однако прямо сейчас у вас есть уже возможность просмотреть несколько готовых персонажей, среди которых есть сам Гриффин и Медуза. Также помимо героев в игре будет много различных артефактов, то есть всяких зельев, оружия, защитного снаряжения и так далее, что я считаю очень здорово. Углубиться же в детали и особенности игры вы сможете безусловно уже и самостоятельно посредством официальных ресурсов, ссылки на которые я обязательно оставлю в описании. А пока рада буду вам сообщить еще и тот факт, что сам проект Gryffin Art уже успешно прошел аудит, торгуется на PancakeSwap и добавлен на такие информационные порталы, как CoinGecko, что я считаю, также очень важным фактом. Одним словом, дорогие друзья, как по мне, Gryffin Art заслуживает вашего внимания, поэтому обязательно подписывайтесь на их социальные сети, будь то Telegram или же Twitter, где вы всегда в очень доступной форме сможете следить за всеми новостями и актуальными обновлениями, которых, уж поверьте, в ближайшее время будет немало. А на этом у меня все, как всегда была рада с вами поделиться чем-то новым и интересным, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии относительно Gryffin Art под этим видео. Что ж, отличного всем дня и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!